В Кольчугино произошел тепловой коллапс. Из-за ряда аварий на сетях, которые начались еще в праздничные дни, многие жители остались без тепла в мороз. В числе тех, кто оказался без отопления, и социальные учреждения, в том числе центральная райбольница. В Минздраве региона сообщили, что пациентов стационара, это 32 человека, перевели в больницы Александрова, Киржача и Юрьев-Польского. В поликлинике, подстанции скорой помощи, приемном покое температура поддерживается с помощью электрических обогревательных приборов. В больнице функционирует дневной стационар, кабинет неотложной помощи и подстанция скорой помощи, которые осуществляют оказание медицинской помощи в полном объеме. В результате отключения тепла в лечебных корпусах больниц, пострадавших не выявлено. В первый рабочий день этого года, после оперативного совещания с руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов отмечал, что проблема с теплом остается на ряде объектов. Специалисты филиала Владимир Теплогаз устраняют ряд аварийных ситуаций, в том числе в районе пересечения улицы 50 лет Октября и улицы Дружбы. Эта работа позволит уменьшить тепловые потери на котельной, нарастить температуру теплоносителя и уже к ночи повысить температуру в домах. Специалисты продолжат устранение утечек на сетях теплоснабжения на этой и последующих неделях. В ближайшие дни, несмотря на повышение температуры на улице, температура теплоносителя уменьшаться не будет для прогрева домов и квартир. Теплоснабжающая организация Владимир Теплогаз, филиал которой отвечает за предоставление коммунальной услуги в городе Кольчугина, регулярно сообщает о том, как проводятся ремонтные работы. В частности, что одна из крупных утечек произошла в тепловой камере между домами по улице 50-летия Октября 30 и улице Добровольского 11. С утра среды там работали ремонтники. Учитывая сложность ситуации, были вызваны бригады из других филиалов теплоснабжающей организации. На время ремонта от тепла отключены 96 домов. Это почти 8 тысяч жителей, 4 детских сада, ЦРБ и железнодорожный вокзал. В сообщении в соцсетях жители успокаивают, что работы ведутся максимально оперативно и все ответственные лица на месте. В комментариях к постам, посвященном коммунальной аварии, кольчугинцы интересуются, как будет оплачиваться услуга отопления за те дни, когда в квартирах было холодно. Некоторые пользователи сообщают, что на улицах Московской и Коллективной несколько дней не было воды вообще. Людям сказали, что проводятся ремонтные работы. И это при том, что власти перед началом отопительного сезона регулярно рапортуют о готовности районов области к морозам. В этом году по-настоящему холодная погода, очевидно, выявила проблемы. Ситуацией с теплом в Кольчугине занимается и прокуратура. Организована проверка по факту прекращения подачи коммунальных ресурсов в многоквартирные дома на территории города. К Владимир Теплогазу, в частности, есть вопросы. Почему подачу тепла на ряд объектов восстанавливали так долго? Так, жители многоквартирных домов номер 29А и 29Б по улице 6-й линии Ленинского поселка находились без належащего теплоснабжения более суток, что в прослажившихся погодных условиях недопустимо и может вести угрозу причинения вреда жизни здоровых граждан. Наряду с этим, работа едино-диспетчерской службы района организована ненадлежащим образом. Оперативный объект информации об заключениях между Владимир Теплогазом и диспетчерским пунктом не организован. По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратуры внесены представления главе администрации Кольчугинского района и директору ООО Владимир Теплогаз. В отношении руководителя филиала общества инициированы вопросы привлечения к административной ответственности за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами. На горячую линию, которую организовали представители надзорного ведомства, поступило более 50 обращений по нарушению теплоснабжения. По каждому факту проводят дополнительные проверки. В ходе незамедлительно организованной сегодня проверки информации, поставившей на горячую линию, выявлено факты отсутствия холодного водоснабжения в районе улицы Коллективной и улицы Московской в течение более трех суток. И непринятие оперативных мер по данному факту в городе Кольчугин коммунальник. Сегодня же межрайонным прокурорам лично вручено представление руководителя предприятия с требованием принять незамедлительные меры по восстановлению подачи воды. В отношении него возбуждено дело на суставном праве. В надзорном ведомстве сообщают, что восстановительные работы контролирует межрайонный прокурор Михаил Кузнецов и его зам. В Петушинском районе фура частично перекрыла трассу М-12. На платном магистрале большегруз транспортной компании столкнулся с легковушкой. ДТП произошло после Петушков, не доезжая деревни Таратино. После столкновения с Хёндекрета полупроцеп фуры развернула поперек дороги. Трасса в сторону Владимира оказалась полностью перекрыта. По информации ГИБДД области в аварии никто не пострадал. По предварительной информации около 9 часов 30 минут на 141-м километре Петушинском районе столкнулись грузовой и легковой автомобиль. Движение транспорта на данном участке было затруднено в направлении из Москвы во Владимир. Проводится административное расследование в данный момент. Движение по трассе установлено в полном объеме. Подрядная организация, которая обслуживает данный участок, привлекла к устранению последствий ДТП тяжелую технику. Фура оттащили, а грузовой эвакуатор убрал с проезжей части легковой автомобиль. Согласно информации на Яндекс.Картах от ГК Автодор, в час дня транспорт пустили по левой полосе. Информация о полном открытии дороги была получена в районе двух часов дня. До этого момента участникам дорожного движения было предложено объезжать место аварии по М7 со съездом в районе деревни Новая Анина. Парковка у мусорных контейнеров и погодные условия биотехнологии рассказали, с чем пришлось столкнуться при работе в новогодние праздники. В праздничные дни социальные сети заполонили посты и недовольные комментарии с фотографиями контейнерных площадок, которые превратились в мусорные навалы. Проблема начала беспокоить жителей еще до новогодних гуляний. Уже тогда вопросом заинтересовались власти и надзорные органы. Тему активно обсуждали на оперативном совещании, где губернатор области Александр Авдеев заявил о возможном расторжении контракта с региональным оператором, на плечах которого и лежит ответственность по вывозу мусора с придомовых территорий многоквартирных домов. В биотехнологии заверили, что на решение проблемы направили все силы. При этом, как утверждает регоператор, возникли такие завалы по вполне объективным причинам. И первое, с чем пришлось воевать организации, это сильные снегопады и заморозки. Сильные морозы сказываются на работе техники. Иногда мусоровозы долго не удается просто завести. На морозе лопаются рессоры, замерзает гидравлика. К тому же, в праздничные дни нагрузка на перевозчиков резко возрастает, так как количество выбрасываемого мусора увеличивается. В связи со всеми этими факторами у нас возникли трудности со своевременным вывозом мусора. Морозные дни дали о себе знать. Кроме спецтехники, которую тяжело было завести при минусовой температуре, регоператор столкнулся и с повышением объемов мусора. После новогодних застолий и дней сильных холодов, когда люди стараются меньше выходить на улицу, отходы копятся в разы быстрее. Погодные условия очень были хорошие, минус 28-25. То есть люди сидели дома, очень большое количество мусора. Подсчитано, что процентов на 20-30 за эти дни вырос сама масса мусора, которую мы вывозим. Вспоминают сотрудники компании и декабрьские снегопады. Тогда дорогу контейнером с баковым мусоровозом приходилось буквально пробивать. Если центральные улицы еще успевали чистить, то на задворках дорожки еще оставались непроходимыми. При этом, как рассказывают сотрудники биотехнологии, нередко большие трудности возникают из-за халатного отношения самих жителей. Мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам из-за припаркованных рядом автомобилей. А порой крупногабаритной технике просто негде остановиться, чтобы опустошить мусорные баки. В выходные дни это просто ужас. Даже все площадки, которые не закрыты, просто заставляют машинами. Бак вообще прокатить невозможно. На таком расстоянии вы можете прокатить бак? Нет. Здесь мы дверь не можем открыть. Если дверь сейчас петель, здесь мы его тоже не прокатим. Либо поцарапать машину. А царапать машину, это, соответственно, все ложится на нас. ГАИ вызывают, начинают нам пугать, угрожать. Нижнюю Дуброву 35. Все заставлено. Тут машины, там машины. Так баки нигде не прокатят. Сотрудники подрядных организаций только за новогодние праздники не смогли подъехать почти к 70 контейнерным площадкам. Так мусор остается невывезенным в срок. Для того, чтобы решить проблему, коммунальщики иногда вынуждены звонить хозяевам оставленных автомобилей. Но достучаться получается только до тех, у кого указаны номера телефонов на лобовом стекле. В итоге это тормозит работу коммунальных служб. График вывоза отходов сбивается, и проблема начинает нарастать, как снежный ком, поясняют в биотехнологии. Так что регоператор призывает всех жителей внимательно относиться к парковке своего личного транспорта. Ведь оставленная машина может помешать не только проезду мусоровоза, но и экстренному спецтранспорту, скорой помощи или спасателям. Влада Миткова, Маргарита Бычкова, Егор Дейкевич, 6 канал. В 2024 году 22 детских садика города Владимира отметят юбилей. Об этом сообщили в мэрии. Самому молодому дошкольному учреждению из них 10 лет. Это детский сад номер 13 на улице Соколова-Соколенка. Самый возрастной – детский сад номер 22 на Краснознаменной. Ему в этом году исполнится 70 лет. Как будут чествовать детсады-юбиляры, пока не сообщается. Для тех, кто хочет продлить праздничное настроение, администрация Владимира в соцсетях объявила фотоконкурс «Удивительный старый Новый год». Принять в нем участие могут все желающие. Делиться фотографиями предлагают до 14 января в комментариях под конкурсным постом. Кроме того, нужно выполнить ряд условий, в том числе быть подписанным на группу город-администрации. Участию принимается одна фотография от одного участника в каждую номинацию. Всего их три – символы Нового года, Новый год моего детства и новогоднее настроение. Итоги подведут 15 января. Победители выберут рандомно. В хоккейном турнире памяти олимпийского чемпиона Рагулина победила команда из Судогды. 23-й турнир «Золотая шайба» собрал 8 юношеских команд из разных регионов России. Матчи проходили на льду комплекса, который носит имя знаменитого хоккеиста – олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. Команда «Судогодец» вышла в финал турнира. Там юные хоккеисты сразились с «Ягуаром» из Удмуртии. Судогодская команда обошла соперников на 2 очка и выиграла кубок со счетом 4-2. Отводы в эксплуатацию инфекционного корпуса ОКБ до больших надежд на завершение ремонта драмтеатра и восстановление когда-то знаменитой Владимирской художки, но уже в перспективе. Какие планы в 2023 году осуществились, а с чем, увы, придется подождать, вспоминаем вместе. В самом конце 2023 года на территории областной клинической больницы запустили инфекционный корпус. Лицензию на меддеятельность планируется получить в марте. О строительстве инфекционки власти заговорили еще в разгар пандемии коронавируса. Сметная стоимость работ составила 4,4 миллиарда рублей. К слову, сдать корпус планировали еще в 2022 году. Губернатор Авдеев даже пообещал это премьеру Мишустину, но в итоге срок сдачи сместился на год. Материалы подорожали, произошел сбой поставок комплектующих. Власти заверяют, актуальность в открытии корпуса не отпала, а даже наоборот. В области существует дефицит взрослых и детских инфекционных коек, пояснили в Минздраве. В конце этого года для жителей Гусь-Хрустального, наконец, открылся акушерский корпус центральной райбольницы. Он рассчитан на 700 родов в год. В эксплуатацию его ввели еще в 2020-м, но только в качестве ковидария. Глава региона, говоря о важности акушерского корпуса, напомнил, что это долгострой и стоял он с 90-х годов. От учреждений здравоохранения к сфере культуры открыть юбилейный 175-й сезон на родной сцене актерам областного театра драмы не удалось. Его открытие намечено только на 2024 год. И в этой истории помешали проблемы с поставкой оборудования и отдельных материалов. К слову, про оборудование высказывался и директор драмтеатра Борис Гунин. Он призвал всех быть реалистами и принять, что ни итальянского, ни французского, ни немецкого оборудования мы не получим. Китайское. Очень близко к тому, к чему мы привыкли, добавил Гунин. Сдвинулся с мёртвой точки и процесс восстановления кинотеатра художественный в центре Владимира. Более 10 лет здание простояло закрытым. Попытки городских властей привести его в порядок не увенчались успехом. В итоге объект культурного наследия передали области на баланс регионального киноцентра. Здание планируют реставрировать и вновь показывать в нём фильмы. По распоряжению губернатора из бюджета области выделили около 7 миллионов рублей на научно-проектную документацию по сохранению объекта. Дальше власти рассчитывают на поддержку федерации. Комментируя эту новость, замгубернатора Владимир Куимов добавил, что будем рады и меценатам. В ноябре областные власти объявили тендер на разработку проекта, но никто не заявился. Так что процесс восстановления знаменитой Владимирской художки, хоть и запустился после стольких лет, но обещает быть небыстрым и непростым. Очень активным 23-й год выдался в плане замыслов и установки памятников. При этом некоторые существующие объекты всё ещё ждут восстановления. Ещё в апреле 6-й канал обратил внимание, что мемориал воинской славы разрушается. Отрываются гранитные плиты. Тогда в городской администрации нас заверили. По этому вопросу проводится консультация со специалистами инспекции по охране объектов культурного наследия. А сделать всё обещали в рамках масштабной реновации. Но в итоге облагородили только пространство вокруг. А в декабре на состояние мемориала обратил внимание председатель следкома России. Проверки от Александра Бастрыкина не шутки. Так что городские власти поспешили заверить. Мемориал восстановят в будущем году, как будет тепло. В 2023 году Владимиру присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». В честь этого события будет установлена памятная Стелла. С ней связана неоднозначная история. Изначально обсуждалось, что Стелла появится как раз на площади у областного суда, напротив Вечного огня, что привело к разным спорам. Мол, место не очень удачное, ведь здание суда и само по себе как обелиск возвышается над площадью. Плюс Стелла сменила бы новогоднюю ёлку, которая притягивает к себе в праздники немало горожан. В итоге от идеи отказались, а после обсуждений было решено установить Стеллу города трудовой доблести напротив Центрального парка. Памятник крестителям Руси на бульваре Пушкина пока не может порадовать жителей-туристов. Монументу всего 16 лет, но на площадке уже проваливается плитка. А сам памятник нуждается в ремонте. Весной его осматривал глава города. Тогда он сообщал, что мэрия ищет подрядчика для исправления ситуации, а угрозы разрушения постамента нет. В сентябре власти объявили торги, но за 5 миллионов погружаться в историю с проблемным монументом никто не захотел. Новый виток в этом году получила и история с установкой памятника Пушкину в центре Владимира. Идею поддержали общественники, а скульптор Игорь Черноглазов уже показал и предварительный проект. Средства на памятник пытаются собрать, что называется, всем миром. В соцсетях прихожане храма Воскресения Христова вместе с настоятелем протеереем Евгением создали группу. В ней отслеживается сбор средств на памятник. Последний отчет в группе выкладывали в середине октября. Тогда собранных средств было около 49 тысяч, а нужно около 4 миллионов. Сбор средств продолжается, но, вероятно, без помощи меценатов он продлится еще очень долго. В этом году общественники и власти города вновь активно начали обсуждать и установку памятника Андрею Боголюбскому. Ему долго не могли найти место в областной столице. Из последних идей по предложению общественников он может быть размещен на Спасском холме вместо памятника вишни. Этот объект перенесут в Патриарший сад. Власти Владимира и области вообще строят большие планы по установке памятников на 2024 год. Губернатор анонсировал установку четырех монументов, считая Андрея Боголюбского. Увековечить хотят также князи Юрия Долгорукого, государственного деятеля Михаила Спиранского, даже владимирских мушкетеров, которые сражались в годы Крымской войны. Остается надеяться, что в желании увековечить видных исторических деятелей, нынешние деятели не забывали, что и им хорошо было бы оставить свой след в истории. И для всех нас желательно, чтобы он был положительным.